В связи с пандемией коронавируса спрос на прививки вырос в пять раз. Такой положительной динамикой делится Валерий Демихов, директор Центра гематологии, онкологии и иммунологии. Выросший спрос – это, конечно, хорошо, но есть и те, кто до сих пор считает вакцину чем-то вредным, сетует профессор. Он добавил, что миф о вреде появился вместе с первыми препаратами. Тогда вакцины были несовершенными и противопоказаний к ним было больше. На сегодняшний день практически у нас в арсенале живых вакцин нет. В основном все они убитые, инактивированные, расщепленные, более того. То есть, представляете, вакцина не содержит никаких вирусов, а представляет собой какие-то фрагменты, кусочки ДНК или РНК, что касается гриппа, которые ответственны за выработку вот этих специфических антител, которые возникают в организме человека, который получил прививку. Поэтому, ну что можно ожидать от вакцины, в которой нет вируса? Вакцины против гриппа различаются по двум критериям, говорит Валерий Демихов. Первое – это содержание штаммов гриппа. Есть трехвалентные, где таких штаммов три, и четырехвалентные. Вторым критерием является содержание антигенов. Например, есть вакцины, где содержится по 15 микрограмм каждого штамма. Все они соответствуют критериям ВОЗ. В арсенале Центра гематологии, онкологии и иммунологии есть три вакцины. Директор Центра добавил, что прививка от гриппа поможет и при коронавирусе. Прививку от гриппа очень желательно делать потому, что она, есть такое исследование, она повышает не специфический клеточный иммунитет, а клеточный иммунитет играет важную роль в защите от коронавирусной инфекции. Поэтому те, кто не прививился от гриппа, настоятельно рекомендую это сделать. Количество тяжелых форм заболевания у привитых от гриппа при коронавирусной инфекции существенно меньше. Но у этой медали есть и обратная сторона, свои противопоказания, на которые стоит обратить внимание. Действительно, вакцина от гриппа противовоказана, например, пациентам, которые перенесли, например, такое тяжелое заболевание, как синдром гиена Барре. Это аутоиммунное заболевание, тяжелое, с поражением нервной системы. Вот им прививку эту делать нельзя. С большими ограничениями мы говорим о людях, у которых аллергия к куриному белку. Но итог последних годов здесь подход меняется. Профессор добавил, что очень важно выяснить, в каких масштабах проявляется аллергия. Порой прививку можно сделать и под наблюдением врачей, например, в условиях стационара. Другое важное противопоказание – это наличие острых заболеваний или обострения хронических. Но все же самым важным критерием «за» или «против» остаются только убеждения самого человека. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».